Даже в самый жиркий летний полдень ворота подворья Старого Грека открыты. Туристам здесь раздолье. На фоне нештукатуренных островков стены, специально оставленные для понимания, из каких исторических камней сложен винзавод, охотно фотографируются. Намоленные из-за века камни старинной церкви разрушены, но возрожденные в храме вина, безусловно, впечатляют. Вот это наш первый завод. Все здесь постановлено вот в таком архитектурном стиле, как было раньше. И вот сегодня многие говорят, кто менеджер, кто архитектор, кто вот это все делает. Фактически Ставрович, как правильно говорит, мы просто восстановили и сделали то, что было. Мы просто структулезно к этому отнеслись, а мы не придумали этого, и мы не сделали этого. Это руки, головы наших предков, наших родителей, наших планиров. Стеклянный пол над бывшей дробилкой виноградной гребней завораживает и вовлекает в историю. Здесь все, к чему не прикоснись, дышит ею и незыблемо. И только плоды древнего ремесла живут особенной жизнью, за которой следят за натаки и ценители. Виноподворье побеждают на конкурсах виноделия и агротуризма. Законодательное собрание Кубани поддерживает инициаторов таких проектов, как подворье Старого Грека. Здесь древняя культура народа и его мастерство священно хранят и, создавая вино, дают волю ему быть самым лучшим. Наше предприятие, вновь созданное предприятие, получило две золотые металли. Это пино-нуар 19-го года и каверне понтийское 19-го года. Шардоне понтийское 14-го года получило серебро и за лучшее оформление шардоне понтийское, значит, мы получили золото. Видавшие виды ученые и профессионалы в оформлении вин восхитились мудрой находкой. На этикетке знаменитый греческий скрипач Лазарь Папандопола с понтийской лирой, имеющий мировое признание. Музыку винного букета, нежнейшего бочкового тона сложно передать словами, но звуки понтийской лиры – искренние признание любви тому, что сделано с любовью. Эти медали в Ялте, две золотых и одна серебряная, были вручены главному виноделу подворья, президентам виноделов Крыма Загоруйко и докторам сельхознаук Парисенко. На них золотой и серебряный грифон расправили свои крылья за те особенные качества вина, которые заставляют в летний зной и зимний прохладный вечер испытывать чувство удовольствия и благодарности за талант мастера, умеющего радовать людей искренне. Золотой грифон прилетел в этом году на подворье старого грека не случайно. Валерий Ставрович Асланов в числе первых виноделов Края получил лицензию на производство, хранение и поставку алкогольной продукции. Поздравляем! Гордимся и верим, что объект агротуризма продолжит традиции кубанского виноделия в самом высоком смысле этого слова.